Продолжение следует... Вот очередной подарок для вас, уважаемые посетители нашего портала. Вот эта игра была сыграна в прошлом году на ВЦГ России. Групповой этап. Сражались такие два известных игрока. Одного зовут Роберт, он же Роб, он же Херокиллер. Известный, один из самых топовых орков России. Почему я говорю один из самых топовых, а не топовых? Потому что есть еще такой товарищ, как Стинг, который в минувшем 2008 году заметно прогрессировал. И приблизительно на одном уровне с Робом сейчас находится. Тем не менее, конечно, Роб это один из, безусловно, лучших орков России. Хакер же менее известен за пределами нашей страны. Сложно им что-то сказать, но те, кто играет в Варкрафт России, знают этого эльфа. Приезжают он на крупные турниры. Правда, ну, особо успехами на них не блещет. Тем не менее, очень хороший, сильный эльф. И смотрим игру. Групповая стадия ВЦГ 2008 России. Я уже об этом говорил. Давайте смотреть, что же происходит на карте. Заметим сразу же застройки Роба. Сейчас встретился Пион с Виспом. Поздоровались. Ну, это такое стандартное приветствие разведчиков. Штирлицы. Два Штирлица просто разбежались. Да, вот прибегает Висп. Смотрит на строящийся алтарь. Очень радуется и убегает. Роб застраивается следующим образом, что он оставляет между казармами, между... Вот так, прибегает Пион. Смотрит на дерево войны возле крипов зеленых. Понимает, что там сейчас будет пауэр-криппинг. И вот Роб потанцевал немножко своим Пионом. Видимо, Пион любитель дискотек. И все, и побежал. Побежал на полпути полить ДХ. Так вот, смотрите. У Роба застройка такая, что он ставит в магазин казармы имейн с отступом в одну клетку. Там между ними может поместиться только один июнь. Это делается для того, чтобы когда эльф пришел харасить орка на Т2 с бестом, арчами и ДХ, и кабанами, они залезли в эти проходы, их можно было бы там поокружать и поджимать. Заставить, может быть, даже развести на ТП. Видим бегущего ДХ. Тут надо сказать о том, что пауэр-криппинг эльфа позволяет... Вот видите, у ДХ уже есть девайс, значит он закрипал зеленую точку, точнее убил одного человечка на этой зеленой точке, жирного Огра, из которого выпадает девайс, перчатки скорости. Так вот, благодаря пауэр-криппингу, ДХ, когда выходит из алтаря, подбегает к этому жирному Огру, делает один удар, Огра падает, ДХ забирает девайс и бежит харасить орка. Орк же в это время тоже крепит свою зеленую точку, но благодаря именно этому самому пауэр-криппингу у них примерно одинаково опыта, и эльф начинает просто жестоко монобернить Блейда, лишать его маны, ну и пытаться там кого-то добивать. В общем, всячески мешает развитию орка. Почему это происходит? Потому что эльфу, который, как правило, на этой карте идет в талонов в большинстве своем, да, и идет в Тайр-3, ему Тайр-3 юниты гораздо более полезны при одинаково неразвитых героев с обеих сторон. Надеюсь, вы поняли, о чем я сказал. В общем, когда будет талон и Тайр-3 уже с двумя грейдами, и герои будут малолевельные, вот это будет больше на руку эльфу. Сейчас происходит один из ключевых моментов игры. Орк крипит в маркетплейс. В общем-то, спросите, почему такой уж важный момент? Он всегда его крипит? Да, он его всегда крипит, но, как правило, эльф ему очень сильно помогает в процессе криппинга. А здесь, ну, неизвестно, чем занимался хакер, но это явно его промашка. Эльфы должны обязательно вешать виспа, чтобы палить рынок и не давать орку этого сделать. Можно ДХ побегать, монобернить Блейда, можно попытаться моноберном убить этого жирного синего огромага. В любом случае, нужно мешать орку крипить эту точку. Вообще, ее может закрипить Блейд вообще самостоятельно, поэтому это одна из ключевых задач начала игры, начальной стадии. Эльф профукал вообще все, проморгал этот криппинг, краснючий ДХ убежал лечиться на базу, что позволяет орку докрипить маркетплейс и получить достаточно большое количество экспы. Купил там перчатку себе еще на рынке Роб, одна перчатка ему выпала на зеленой точке, одну он ее купил, еще Свиток Зеверя выпал. Ну, в принципе, для орка это неплохо, почему бы и нет, почему бы и не ее зануть. От кровав за убийство во время битвы. И, в общем, довольны собой абсолютно. Роб бежит на базу, возделенить грантов, закупаться. И мы видим, что сейчас у нас будет вот-вот уже середина ночи, это значит, что закончится Грэдин Тайр 2 у обоих. Видим снова ДХ. И видим, что ДХ привел с собой подписку, крышу, в виде двух мерков. Это тоже не новый ход, не хакер его придумал. Тем не менее, вот состав армии сейчас ДХ, Бист, и два мерка, и Арча. Почему два мерка? Почему не четыре Арчи? Да потому что их, во-первых, да, он стоит дороже, чем Арча, тем не менее, один мерк заменяет две Арчи. Примерно по стоимости. Но, поскольку у них атака больше, жизни побольше, их легче спасать стафом, вот сейчас, смотрите, Роб пытается фокусить одного мерка, и мы его быстренько телепортируем на базу. В это время отменяем орку Зверинец. Вот ждет, ждет Роб, когда же Эльф придет в эти узкие проходы. Сидят в баррел с пионы, ждут второго пришествия Эльфа, потому что он обязательно придет второй раз, и он приходит, а в это время Роб убрал своих пионов из баррела. Ну вот, смотрите, забегает узкий проход Бист, между ДХ зажимается, снизу подтянуты Робы и герои зажаты. Но, но, Витер выпускает, выпускает Роб все-таки ДХ, и ДХ, телепорта, посохом своим телепортирует Биста, сам убегает. В общем, Эльфу удался развод. Эльф немножечко потянул с Бестиариями, с постройкой Бестиарии, Бестиариев, и, в общем-то, свою задачу на этом этапе выполнена. Сейчас выходит Шадоу Хантер, Харас отменяется, потому что, ну, я имею в виду продолжение Хараса отменяется, потому что у Шадоу Хантера есть Хекс, тут уже ты особо можешь не успеть застафить своих юниках. И сейчас начинается вторая часть Морализонского балета под названием «Кто больше накрепится и кто больше друг друга разведет». Сейчас специально отвел Шадоу Хантера Роб для того, чтобы Блэйд Мастер получил как можно больше уровня, и Блэйд побежит сейчас на базу к Эльфу. Теперь уже он будет Харасить и разводить Хакера на всячески нехорошие или хорошие вещи, а Шадоу Хантер будет крепиться. Шадоу Хантеру, как правило, берут Хекс и Массовое Лечение. Офигенные заклинания у него. Не стоит описывать ни одно ни другое, думаю, все их прекрасно знают, в чем их преимущество. Халявные. Второе Лечение — это халявный свиток скроллов в Захиле. Понимаете? Вот так вот. И видит... Вот прибегает очень важный момент. Прибегает Роб на базу к Эльфу и видит две строящиеся лорницы. Причем после Грейда. Значит, что будут классные дведи, видели, убили Арчу. Вот еще для этого берутся два мерка, потому что так мерков просто не убьешь, не успеешь. А Арча, видите, ложится очень быстро. Это Арча дает Блейду третий левел. Это значит, что он взял, скорее всего, второй крит. Вообще, мы знаем, Роб у нас любитель Херакила. Мы, я думаю, еще увидим в этой игре, как он умеет это делать. Итак, Блейд с двумя перчатками, плюс 12 к атаке, плюс криты, плюс удары из виндволка. То есть, он основной дэмэдж-дилер у Рачей Армии. Внимание! Сейчас вообще, внимание! Контролируют ситуацию Роб. Крипят. Пытаются, да, сейчас будет крипить магазин. Вместе с СХ качает быстро СХ. А Блейд третьего левела мешает всячески Эльфу нормально, спокойно жить. Но первый мишка вышел очень быстрый медведи у Хакера. Очень быстрый. То есть, обычно, как правило, делают... После Тайер 2 строят лорницу, потом делают Тайер 3 и делают еще одну лорницу. Тогда микс мишек и Дриад получается. Но здесь Хакер играет в очень быстрых мишек. То есть, он играет в мишек без Дриад. Может быть, ну, трудно сказать, почему ему так играет Хакер. То ли это стиль игры, то ли он специально готовился к Робу, покупает Роб в магазине Инву из Кролл оф Зе Хилинг. В общем, нормально все чувствуют абсолютно. Блейд с сапогами, с тремя перчатками. То есть, ну, Блейд реально машина для убийства сейчас. Райдеры, это отдельное слово о них надо сказать в этой стратегии. Ну, давайте, сейчас, внимание, важный момент. Они встречаются и заставляют Роб сделать телепорт Эльфа. Потому что, потому что сражаться сейчас Эльфу было невыгодно. У него еще недостаточное количество мишек для того, чтобы давать бой. И здесь мог потерять Эльф значительное количество своих юнитов. Для того, чтобы вот так вот Орк вам не пришел во время вашего криппинга, вам нужно все-таки, если вы играете Эльфом, и у вас есть такой герой, как Бистмастер, и у него есть такое заклинание, как Сокол, вам нужно летать Соколом и палить, что же делает армия Орка. Тогда это ничего сделать не удастся. А в это время, кстати говоря, Роб ставит Экспанд. Ну, тоже понятно почему. Потому что Эльф пошел в высокотехнологичных юнитов, потратил энное количество голды, и сейчас просто не может пойти отменить урочий Экспанд. Пока не может. Поэтому вот в этот момент Орк может его поставить. Эльф приходит, у него уже два медведя, два мерка, третий мишка подбегает, и уже закопали сейчас. Видите, да, что лося еще манил Эльф. Keeper of the group. Он может прикапывать, и прикапывать он будет все, что шевелится. В общем, три героя. Как бы сейчас получается так, что Лось заменяет Орку. А точнее, Эльфу. Орку он ничего не заменяет. Орку он заменяет... Орку он заменяет патолога Анатома для его грантов, райдеров и героев. А вот Эльфу Лось заменяет фактически Дриад. Потому что дисплей-то особо Дриадами нечего. И сейчас очень важный момент. Приходит Эльф сносить Экспанд. Орк прочекал всех эльфийских героев. Смотрите, внимание. Все, мы посмотрели на ДХ, посмотрели на Беста и посмотрели на Лося. И увидели, что у них нет никаких общих укрепляющих свитков. Это просто автоматически побуждает Роба идти драться. И, внимание, первый вылез вперед Демон Хантер. Неосторожно вылез, на него фокусится. Накладывается Реджу. Но Демон Хантер ничего нет для того, чтобы каким-то образом себя спасти. Минус ДХ. Далее что происходит? Далее мы начинаем выцеплять Лося. Сетка на Лося. Мишки гоняются неизвестно за кем. Строе у Эльфа абсолютно нет. Лось окружается. И Блейд, которого еще и лечат, наносят еще один дар по Лосью. Третьим выхватывает Бист. Внимание. Сетка на Биста. Окружение. Удар. На Биста накладывают Реджу. И поэтому Орки его на мгновение отпускают. Кидает сетку на Медведя. Фокусом убивает Медведя. Медведь дохнет. И теперь уже третьим у нас на очереди. Точнее уже четвертым. Получается Бистмастер. Всю армию потерял Хакер. Вот так вот. Ну Бистмастер тоже, я думаю, сейчас недолго будет жить. Он прочитал Скролл в Хилинг. Но, тем не менее, продолжает его окружать Орк и убивает Биста. Все. У Эльфа ничего не осталось. Он написал GG и вышел. Но если коротко, зачем, почему же так произошло? Если говорить о финальной битве, то в финале Эльф сделал две роковые ошибки. Первая роковая ошибка это то, что Эльф не закупился свитками. Не было у него достаточного количества свитков. Фиг знает почему. Возможно, потому что и вспомним разводы Орка СТП. Все-таки заставил Эльфа потратить посох телепортации, свиток телепортации. И плюс достаточно быстро он вышел в Медведя. На все это нужны были деньги. Поэтому у Эльфа не было достаточного количества свитков и общеукрепляющих айтемов. И вторая ошибка то, что Эльф не держал строй. В таком случае нужно, чтобы Мишки стояли впереди, герои стояли за ними. И все это стояло чуть ли не на холд позишн и дралось. Потому что если вылазит вот так вот, какой-то герой неосторожно вылазит вперед, то он тут же получает сетку, тут же получает развод. И тут же получает люлей от, ну в основном от Блэйдмастера, конечно. Что и произошло. Потеряв своего мейн героя в виде ДХ, просто-напросто Орк не сумел, точнее Орк-то сумел. Эльф не сумел справиться с собой, а запаниковал. И вся его армия разбежалась просто по кругу в разные стороны. А для Орка это просто идеальная среда для того, чтобы убивать эльфийских юнитов и героев. Ну вот вроде все, что я хотел сказать вам по демке. Вас еще ждет масса сюрпризов только на нашем портале goodgame.ru Играйте в Варкрафт, кушайте кашу и не забывайте закупать своих героев вкусными сладкими свитками телепортов, инвулов и скроллами офф-хиллингов. Пока!